Всем тихой ночи! В SCP много объектов и явлений, которые в какой-то степени существуют в реальной жизни. На этом канале мы уже разобрали около двух десятков таких SCP и тем не менее продолжают попадаться аномалии, которые можно встретить в нашей реальной жизни. Начну я пожалуй с истории, которая так и осталась в песочнице и не получила официального номера SCP. Это история контейнера с телефонами Гарфилда. Агенты фонда перехватили множество сообщений о том, что на побережье стали появляться телефоны, сделанные в виде кота Гарфилда. Это явление долго оставалось необъяснимым, пока агенты фонда не обнаружили под водой контейнер, из которого все эти телефоны время от времени не выплывали. И самое интересное то, что это полностью реальная история. 30 лет подряд на берегу Франции появлялись телефоны в виде кота из комиксов и никто не знал откуда они берутся. Пока на дне океана они нашли давно утерянный огромный контейнер с ними. Когда контейнер затонул, он был поврежден таким образом, что из него раз в какое-то время выплывал один телефон и течениями его относило к берегам Франции. В SCP-версии этой истории обнаруживается, что телефоны эти имеют аномальные свойства. Если позвонить с такого на любой номер, то позже на этот же номер будут поступать звонки с сообщениями о том, что ответивший на звонок что-то выиграл. При этом в качестве приза всегда обещают аномальные предметы, известные фонду или даже путешествия в иные реальности. Даже как-то странно, что эта история в итоге не попала на основной сайт SCP. Тем более, что половина комментариев под новостью про находку контейнера как раз и говорит о том, что таким должен фонд SCP заниматься. Наверное, эта история слишком реальна для вселенной SCP. Вообще, что-то реальное может встречаться в SCP в довольно необычных местах. Например, в SCP-093. Там описывается параллельный мир, в котором построено развитое общество, основанное на религии. Там внутри объекта говорится, что местные компьютеры управляются операционной системой Faithful Laws, наполненной всякими вещами на религиозную тематику. Этот элемент иной реальности, как ни странно, реален. Был такой человек Торренс Дэвис. Он страдал шизофренией и несколько раз попадал в психиатрические больницы, где рассказывал врачам, как за ним следят то пришельцы, то агенты секретной организации. Однажды он вообще заявил, что с ним разговаривал Бог. И он сказал ему делать святую операционную систему. В 2003 году он принялся за работу и закончил ее только через 10 лет, написав около 100 тысяч строк кода. В 2013 году появилась операционная система Temple OS. Конечно, впечатляет, что один человек написал полноценную операционную систему, но в итоге она получилась очень простой и бесполезной в практическом смысле. Однако автор объяснил эту простоту тем, что именно такую систему ему было велено создать. В ней не было нормальной графики и даже нельзя было поставить разрешение отлично от 640 на 480. Эту особенность автор объяснил тем, что в таком разрешении проще всего рисовать цветы и картинки. Так что пиксель-арт не так уж и прост. Temple OS интересен не только этим, а, например, еще и тем, что внутри системы есть несколько встроенных игр, в одной из которых игрок общается с горящим кустом, который сообщает игроку псевдослучайные пророчества. Temple OS получился крайне непрактичным, но получил хорошие отзывы, как и интересный и достаточно смелый проект. Ей, конечно, невозможно пользоваться, но довольно интересно изучать. Однако это в нашем реальном мире, а вот в мире, показанном в объекте SCP-093. Эта операционная система, похоже, стала основной для компьютеров, получив свое развитие и став местной Faithful OS. Объект из песочницы и какая-то незначительная деталь в большом объекте. Где же нормальные реальные SCP? Сейчас будут. SCP-1971 это набор различных предметов, которые несут в себе информацию о городе Дангорн, о котором нет никаких других сведений и которые никак не удается обнаружить. В состав объекта входит фотография, на которой изображена библиотека этого города, книга, где этот город упоминается, и мобильный телефон с SMS-сообщениями, связанными с городом-призраком. Также фонд провел опрос среди жителей местности, где такой город предположительно должен быть, и обнаружил, что некоторые запрошенных имеют воспоминания о таком городе. Одни вспоминают, как посещали местные рестораны. Другие рассказывали, что город окружен малыми и средними фермами. Позже фонд нашел свидетельство существования еще нескольких таких городов-призраков. Но сами эти поселения найдены так и не были. На самом деле весь этот объект это почти дословное цитирование истории о Довленде. Там тоже говорится, что существует фотография этого города. Футболки с его символикой. И утверждается, что если поспрашивать людей в штате Висконсин на тему такого города, некоторые из них могут поделиться воспоминаниями об этом месте. Однако самого города нет на картах, да и просто попасть в такое невозможно. Об этом впервые заговорили анонимусы. Из раздела X Фочана там же появилась фотография и футболка. В последующих тредах были представлены другие вещи из Довленда. Единственное, что я тут не совсем понял, что появилось впервые. Курица или яйцо? Потому что объект SCP-1971 появился на сайте SCP в 2013 году. А самые ранние истории про Довленд встречаются только в 2017. Но история-то далеко пошла, скажу я вам. Теперь на Фочане регулярно появляются треды с уже новыми доказательствами существования Довленда. А кроме этого, такой город успели упомянуть несколько мистических книжек. В объекте, кроме всего этого, еще говорится, что Фонду стало известно еще в нескольких подобных городах-призраках. Так ведь и в реальности ходят слухи о еще двух подобных. Один из них это Лэнгсквиль. Его очень любят обсуждать англоязычные любители мистики. Он даже упоминается в охотниках за привидениями 2016 года. Да и, судя по всему, изначально он там и появился. Ведь до этого он просто нигде и не встречается. Еще один такой город от Орзамер. В 2015 году на сайте Со всякой мистикой появилась статья, где автор утверждал, что у него есть фотографии из исчезнувшего города. Также люди в штате Иовы иногда начинают вспоминать о нем, если у них спросить об этом городе. Хотя да, статья на сайте SCP появилась раньше всех этих историй. Так что тут скорее не реальная SCP, а SCP, ставшая реальностью. Да, конечно, это большой успех отдела SCP по патофизике. Однако ролик же не про реальность по SCP, а по SCP по реальным вещам. Вот, например, SCP-7560J. Этот объект доказывает, что мы живем в таком клон-волде. Что реальные явления на сайте SCP можно только под приставкой J постить. Наверное, автору статьи про контейнер с Гарфилдами стоило именно так поступить. Чтобы его статья не оставалась пылиться в песочнице. Для начала бросается в глаза странная стилистика. Вместо фонда SCP тут, например, говорится о какой-то криминальной гангстерской конспирологии фонда. При этом все подобные обороты выделяются жирным текстом. Что же там такое описывается? Там говорится, что преступный фонд криминально удерживает ангельскую сущность, чтобы спрятать правду от настоящих людей, которые противопоставляются тем существам, что только носят маски людей. И только и хотят, что скрыть страшную правду о строителях пирамид. Причем тут пирамида? Да здесь вообще все, собственно, выглядит как нагромождение чуши какого-то конспиролога. Но почему тогда такой высокий рейтинг? Потому что вся эта статья это отсылка на достаточно забавную историю. В 97 году объявился некий Отис Юджин Рэй, который объявил себя мудрейшим человеком на планете. Он создал сайт и на нем написал текст, который нескромно назвал теорией всего и озаглавил временной куб. Я прочел содержимое сайта и, честно говоря, не совсем понял гения, что-то про кубическое время, про то, что день на Земле наступает 4 раза в сутки каких-то ангелов, и, кажется, он считает Землю кубом. Понять, что хотел сказать автор сложновато из-за обилия странных и местами не очень логичных словесных оборотов, на которые делает отсылку SCP-7560J. Криминальное правительство делает из нас андроидов, чтобы ангелы не могли донести до нас правду о том, что Земля это куб времени, в котором в каждом обороте 4 дня. Со своей теорией он пришел в Массачуссовский институт технологий и обещал тому, кто сможет опровергнуть ее 10 тысяч долларов, но никто даже не пытался, потому что, наверное, ничего не понял. Это только укрепило веру автора в свою теорию временного куба, а также создало ему, так сказать, некую фанатскую базу. Он начал кататься по Америке с лекциями и так вот и жил, пока не умер в 2015 году, так и не сумев объяснить глупым людишкам, что они живут на кубе времени. Вдохновившись его исследованиями, доктор SCP-Everett Man добавляет в базу данных фонда информацию по SCP-7560J в надежде на то, что кто-то сможет расшифровать код гения. Так, это все еще не нормальный SCP-объект, ведь же объект обычно просто игнорируется при построении канонов. Ну ладно, когда-нибудь сделаю видео по нормальным объектам SCP из реальной жизни, но потом. А пока, всем пока!